Многие политологи сходятся во мнении, что война на Украине ускорила процесс переформатирования однополярного мира. Саудовская Аравия уходит из-под контроля Соединенных Штатов, похоже на то. Вот доказательства. В марте Саудовская Аравия и Иран восстанавливают дипломатические отношения на основе договоренностей, которые были достигнуты при помощи Китая. Также Саудовская Аравия изъявляет желание присоединиться к ШОС в качестве участника диалога. Не совсем понятно, о чем это. Сирия возвращается в Лигу арабских государств. Это событие с большой вероятностью должно произойти уже в ближайшее время. Это тоже знаковое событие. Иран занимает активную позицию. Об этом мы с вами уже говорили. С другой стороны, Финляндия вступает в НАТО. Швеция очень желает этого. И почти все страны, участники НАТО, подтверждают желание принять Швецию в НАТО, кроме Венгрии и Турции. Турция понятна после стокгольмских протестов. Турция, Венгрия пока непонятно почему. Как все эти события, по вашему мнению, вписываются в общую картину мира? Знаете, Лиля, я, конечно, надеюсь, что меня считают не последним экспертным в сфере политологии, процессов, которые идут на Ближнем и Среднем Востоке, в целом, скажем, в мире. Но если мы с вами, как граждане наших стран, просто как человеки, будем ограничиваться только политическим измерением, мы вряд ли поймем, что происходит в этом мире. И более того, нам будет очень сложно спрогнозировать. То есть вот эти события, скажем, которые вы перечислили, в определенной степени для меня были ясны, потому что было понятно, что та составляющая глобализации, социокультурная, проявила столь сатанинский лик, в человеческом измерении, понимаете, что некоторые страны и их руководство политическое понимали, что, я сейчас произнесу очень неуклюжие слова, что это культурологически нелегитимируемо, понимаете. То есть население этого не примет, ну это, как выражаются в сатановке, ну не впихуемое, понимаете. И вот эта реакция, она остороженности элиты, их разворота, который вы описываете, отчасти продиктована вот тем, о чем я сказала. Потому что эти элиты хотят сохранить власть, простите, что же это за элита, если она не хочет сохранить власть. Ну, так устроено на земле, что управление пирамидально, да, мы понимаем, что здесь какой-то верховный правитель, да, ниже идут уровни правителей другого звена, правленцы и так далее. Но это так устроено. Есть амбициозные люди, есть альфа-особи, бета-особи, гамма-дельта-особи, люди-то разные. Вот так устроено в этом мире. Поэтому представьте себе, что те, кто по характеру, может быть, иногда даже по наследственной принадлежности, находятся вот в этой верхушке пирамиды, вот так вот просто, подлинув как бы в следующую итерацию, они начинают понимать, что у них отнимут всё, и при этом они же потеряют авторитет собственных сообществ, которыми управляют. Ну да, приходится принимать столь крутые решения, как, например, руководство Саудовской Аравии, которое, я должна вам сказать, насторожилось с моей точки зрения уже в середине десятых годов, серьёзно. Я вам напомню, что когда появился на сцену, вышел допрещенный в разных странах и в России ИГИЛ, то о чём они заявили? Я к тому, что это общая наша борьба, она не имеет, она уже надконфессионально становится, понимаете? Когда разные конфессии, и в том числе конфессии внутри одной религии, как иранцы, шииты и суниты выходить в Саудовскую Аравию, уже находят общий язык на политическом поле. И точно так же ислам с христианством точно абсолютно находят общий язык сейчас на полях Украины. Это факт. Мы это видим просто. Почему? Вопрос. Потому что это направлено против человека. И я на фонду, что появились самые запрещенные идиоты. Что они сказали? Что мы сейчас займёмся Сирией, как повар с картошкой, а потом мы придём в ветку и разрушим Каабу. произнесём там всё это в дребезги и пополам. Они же это сказали. Я-то это не забыл. Знаете, это ведь в головочку, что совпадает, в принципе. Почему они так говорили? Это очень серьёзный вопрос. Он и богословский, он и нравственный, он и политический. Далласим Кааба. Почему вроде бы те, кто заявляют, что они и есть настоящие мусульмане, говорят о том, что святыни мусульман, куда люди ездят в хадж, как вы знаете, и получают статус хаджи, а это очень уважаемые статусы. Каждый мусульманин обязан в своей жизни совершить хадж, большой или малый, кто понимает. У каждого есть средства на такие дальние путешествия. Ну, хотя бы помочь другим поехать, это уже будет как бы малым хаджем. Вдруг вот такое заявление. Понимаете, стоило насторожиться и задуматься, а кто они вообще? А то, что происходит сейчас в Европе и в Соединённых Штатах, касающиеся всей этой политкорректности в адрес ЛГБТК плюс-минус как словью там помножить и так далее, за выпячивание трансгендеров и прочее. Вот это что? Всё. Это всё. Ягоды с одного поля. Понимаете? Вот о чём я сказала ей. Вот дальше понятно, что общество не легитимирует, вот не пройдёт это. Верхушки в этих странах стали это понимать. Более того, они стали понимать материальную составляющую, которая сопутствует, кстати. А это всё неотделимо. Вот как неотделимо телесное, душевное, духовное. Понимаете? Невозможно. в человеке как бы сказать это отдельно, это отдельно, это отдельно. Так не бывает. Вот точно так же они поняли, что всё отнимут. Всё. Как это самое? Нажито непосильным трудом. Понимаете? Бывший российский олигарх ругающий Путина уехали в Лондон и выяснил, что у них всё арестовано. и Путина они ругали, и вообще чего только не делали, чтобы понравиться этому Западу, всё равно отняли. Понимаете? И Саудовская Аравия это поняла, и Эмираты это понимают, и многие страны это понимают. Да, пока они не говорят об этом громко. А откуда это заявление о желании вступить в ШОС, потому что ШОС с моей точки зрения может стать форматом, он пока только формат, так же, как евразийское сотрудничество, пока это всё форматы, это ещё не институты в чистом виде, а как это сказать, межнациональные. это так, пока ещё как бы приглядка, притирка и так далее, но эти форматы имеют шанс в конце концов стать новой организацией, базой для переформатирования и создания новой организации объединённых наций. И тогда в Новой Ялте за стол сядут совсем не те, кто садился за стол в Сегеране, понимаете, под здания, и так далее. Путь в Новый Мир совсем другой. И то, что Саудовская Аравия об этом заявила, о своём желании, это означает, что она приглядывается к этому формату и считает его перспективным для себя, для сохранения своей самости, своего суверенитета, суверенитета над своими ресурсами, над своими валютными авуарами и так далее. Вот так духовно и телесно вдруг оказывается связана, в том числе и если смотреть на этот мир с точки зрения политического анализа. Что касается ИГИЛа, понятно, что эта история не про ислам. Да, они уничтожают исторические памятники, потому что выступают открыто против идола поклонства, но опять же это не об исламе, это о терроризме. И откуда произошел ИГИЛ, мы тоже все прекрасно знаем. Но если ориентироваться на экономические проекты, ТАПИ, Север-Юг, Транс-Афганский, транспортный коридор, то, по вашему мнению, сколько здесь экономики и сколько политики? Вы говорили про интересы государств и стран. Как разобраться, где интересы государств влияют на принятие решений, а где интересы олигархических верхушек? Мы ведь все понимаем, что в окопах дети олигархов не погибают. Ну, возможно, вы правы. Да, есть такой человеческий фактор, называется. И он, хотя, может быть, не стоит зарекаться, не желаем смерти детям олигархов, но не факт, что они не проявят, я имею в виду дети богатых людей, просто богатых людей, не проявят вот таких стойких патриотических позиций. Знаете, если вспоминать российскую историю и войну 1812 года, то дети варишек из 18 века полегли на Бородинском поле. это те самые дети, которые русского языка-то толком не знали, некоторые из них, а болтали по французски. Тем не менее, знаете, не стоит никогда выкрывать эти возможности. Человек трансформируется, когда он видит реальный ужас гибели, причем гибели физической, душевной и духовной. С этим невозможно смириться. Я еще раз это подчеркиваю. Вы спрашиваете, сколько будет там политики, сколько будет экономики. Ну, я не обладаю компетенциями в экономике, поэтому странно будет, если я начну комментировать эту составляющую. Но хотела бы сказать следующее. Ничего невозможно, невозможно осуществить никакой проект, если не выстраивать властные взаимоотношения и межвластные. А власть не бывает без смыслов самостоятельно. Понимаете? Если она владеет какими-то вторичными смыслами, а-ля Запад, а-ля глобализации и так далее, то она глубоко вторична и, в принципе, обречена. Поэтому сейчас главный вопрос, это вопрос о смыслах. Поэтому, когда мы с вами говорим о цивилизационной составляющей, внутри которых в качестве ядра лежат наши религии, да, от их конгруентности, сочетаемости, возможности сосуществования, это очень серьезные вопросы. И эти вопросы обсуждаются, они ставятся, вы видите. Кстати, именно Иран предложил в лице бывшего президента Ирана Хастамиев очень интересную тему, диалог цивилизации. Помню, была инициатива именно Ирана. Похоже, что эта инициатива обретает новую перспективу в ареале, который вы описали. Север-юг, трансафганские магистрали. Правильно? А это означает, что там, где будет взаимодействие, как бы вот надо, понимаете, как есть такая поговорка, да, рыба с головы гниет. Но точно так же с головой не все организуется. В конце концов все наши действия продиктованы разумом и эмоциями, которые мы ограничиваем своим разумом. Мы знаем, что не все эмоции нравственные в конце концов наши, да. Надо обуздывать свой гнив и прочее, прочее. Ну и сейчас я не об этом. То есть вот сначала вот извините, выстраивается смысловая конструкция и она начинает выстраиваться как диалог цивилизации. Явно совершенно китайская цивилизация, индийская цивилизация, исламская цивилизация, арабская, русская цивилизация, иранская цивилизация. Все это выстраивается, начинает выстраиваться Неспешно, может быть, нам бы хотелось, чтобы все быстрее. Под это выстраивается взаимодействие людей и стран. Под это выстраивается экономика и финансы. В одном из своих интервью вы сказали, что затягивание военной операции на Украине выгодно России, потому что позволяет нащупать все слабые точки противника. А могли бы вы все-таки расшифровать это выражение? И в чем смысл? Ведь, опять же, повторимся, речь идет о войне, а на войне гибнут люди. Знаете, интересно, как в России общество и люди, которые идут куда-то на фронт и там воюют, в массе. Конечно, это разные люди с разными подходами, может быть, разными мыслями, но в массе. Вот мейнстрим такой. Не испытывают ненависти, а скорее испытывают что-то вроде удивления. Да, они готовы убивать тех, кто хочет убить их, кто говорит, мы уничтожим Русню, мы разнесем ее, как игиловцы запрещенные объявляли по поводу Мекки. Очень похоже же все, правда? Извините. Это скорее вызывает удивление. Да, но если вы хотите нас убить, то мы вас опередим, говорим мы в России, говорят эти люди. Но они не испытывают вот этих вот сатанинских ненависти. Они не хотят клуниться над пленными, они не хотят кастрировать пленных, как это делают украинцы и так далее. Это не приходит в голову, понимаете? Я знаю, что описывал свои эмоции врач, который этнический татарин. Понимаете? Когда к нему попали украинские пленные, он их лечил. Он говорил, что вот он их лечил, скрежет зубовный настолько. Ему казалось, что я могу с ними сотворить то же, что они творили с моими согражданами. Но он этого не делал. Понимаете? И он сказал, я этого не сделаю, потому что не хочу быть как они. Это очень важно. Теперь, почему выгодно затягивание? Очень конкретно, скажу я вам. Арсеналы западные хошь не хошь пустеют. Перезапустить ВПК с той необходимостью и таким категорическим императивом, который нужен для доминирования, сохранения доминирования в мире Соединенных Штатов и их союзнив. Вот это глобалисты всех мастей. Они не могут. Поэтому вот это затягивание операции выгодно, потому что мы там уничтожаем западные арсеналы. Почему они не могут перезапустить свой ВПК? Объективные природные причины в Европе и Соединенных Штатов. Обмеление рек, остановка гидроэлектростанции, недостаток энергогенерации для производства вооружения. Я понятно говорю? В зависимости от поставок обогащенного урана из России. Я замечу, что во Франции сейчас гасят энергоблоки, потому что французы шли чуть-чуть... Они хорошие электростанции атомные, но они шли удешевленным путем. Дело в том, что Советский Союз очень дорого строил, но очень надежно. Атомные электростанции, создавая бассейны для охлаждения стержня. Это дорого. А французы ставили свои атомные электростанции на реках. А реки мелеют. Поэтому им энергогенерации не хватит. И сейчас для России важно предотвратить мировую войну. Собственно, затягивание этой операции на Украине дает шанс на предотвращение мировой войны. Согласитесь ли вы с тем, что переформатирование на постсоветском пространстве идет по старым историческим швам? Я хочу привести цитату. Пресс-секретарь Павел Ващанов, пресс-секретарь Ельцина, в своем знаменитом заявлении в 1991 году, сказал, Претензии могут быть к Украине и к Северному Казахстану, и по отношению к Крыму и Донбассу. Это касалось республик, которые выходили из состава Советского Союза. Более того, в течение всех этих месяцев с конца августа до декабря вопросы Донецкой, Луганской области и Крыма, постоянно возникали разговоры со стороны Ельцина по отношению к Украине. Это высказывание Андрея Иларионова, бывшего советника президента России, экс-директора Института экономического анализа. Прокомментируйте, пожалуйста. Давайте будем справедливы. Это прошлое. Теперь мы с вами жили в рамках одного государства и одной цивилизации. Вы же со мной по-русски говорите. Книжки соответствующие читали. Мировую культуру вы воспринимали и наук. В Казахстане, которая очень продвинутая страна. Я думаю, несмотря, казалось бы, вроде исторические намады. Но согласитесь, это не потому, что кто-то хороший, кто-то плохой, кто-то выше, кто-то ниже. Вот эту модернизацию сознания, жизни народной и так далее, Казахстан проходил в рамках русской цивилизации. Он сам привносил в эту русскую цивилизацию. Я же не говорю, что только русская цивилизация приходила, да и как мамка все давала. Это не так. Казахстан огромное вложение в эту русскую цивилизацию, в ее победы. Равно как и всех остальных народов. А теперь давайте посмотрим на практику. Сегодня Казахстан – независимый государь. Если Казахстан будет разворачиваться против русской цивилизации, то вот эти швы станут болеть так, как это произошло с Украиной. Украина явила всем примером. Но если Казахстан будет действовать в рамках ЕАЭС, в рамках сотрудничества, то строит свой суверенитет, он будет в тех территориальных рамках, в каких он сегодня находит. И это очевидно совершенно. Если Казахстан станет токсичным в отношении того формата, который я стала описывать, если руководство Казахстана станет служить двум господам или трем господам, и вроде мы и с вами, и не с вами, и против вас, да, тогда могут возникнуть проблемы. Но я уверена, что казахстанское руководство найдет достаточную мудрость, чтобы не пойти по этому пути, который уже сейчас обретает силу и энергию. Мы видим это по визиту СИ в Москву. Мы же понимаем, что это значит, да? Какой это месседж миру. А Казахстан находится меж очень серьезных, потенциально могущих превратиться в жернова центров силы. Я называю вещи своими именами. Да, тут Китай, а тут Россия. И в этой ситуации есть возможность повысить свой суверенитет, а не снизить его, и не подвергнуть его опасности. И я думаю, что так оно и произойдет. Пример Украины может оказаться очень ярким. Поддерживаю тренд называть вещи своими именами и задам такой вопрос. Да, Россия нападает на анти-Россию, нападает открыто и называет Украину анти-Россией. Казахстан анти-России никогда не был, и этому множество доказательств. Это и отказ от ядерного оружия, это и вступление во всевозможные союзы вместе с Россией, это и долгие годы поддержания дружбы с Россией, партнерства. Это и отказ от размещения военных баз на Каспии. Разговоры, помните, 5-6-летней давности. Вопрос такой. В свое время Ельцин говорил о том, что нужно избавиться от балласта в виде среднеазиатских республик и выпрыгнуть в рыночную экономику. Но я упрощаю, конечно же, Альбахская декларация, меморандум Бурбулеса, помним это. Какой интерес сейчас Казахстан, по вашему мнению, представляет для России? Как полноправный партнер, как зона влияния, как контролируемая провинция, как буферная нейтральная зона? Как я сказала, в любом случае, как абсолютно от обратного, нетоксичный субъект. Во всех этих направлениях, в том числе и, скажем, в межнаучных, в научных, междисциплинарных исследованиях и так далее. Во всем, в сфере образования, в сфере поиска новых смыслов. Кстати, я должна сказать, что помните, была статья, я понимаю, но на меня обратила внимание на то, что была в свое время опубликована очень интересная статья предыдущего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она была заглавлена очень интересно. «Пятый путь». Так ведь? Ну, не только же Нурсултану Абишевичу свойственны какие-то инновационные идеи. Понимаете, весь Казахстан не сводится к одному человеку, пусть и очень ядному, и руководителю страны. Я правильно говорю, да? В Казахстане достаточно мыслящих, творческих людей, интеллектуалов и так далее. А ведь «Пятый путь»… И он говорил, он в статье писал об экономике. А ведь «Пятый путь» – это понятие эзотерики. И я думаю, не случайно он называл свою статью так. Он не мог не знать, что это значит в эзотерическом плане. Это был его месседж, в том числе и в смысловом плане. А это означает, что мысль пульсирует в Казахстане. Я понимаю, что в сегодняшнем Казахстане очень с опаской относятся к тому, что происходит на Украине. И то, как действует Россия. Да и сама Россия еще толком сама с собой внутри себя не разобралась, куда она идет и чего она хочет наша управленческая элита, которая в качестве ценностей считает прошлые уже ценности, которые по языке кинематографистов называются уходящей натурой. А они все еще пытаются уцепить эту уходящую натуру и немножечко в ней пожить. Это же явно в России видно. И мы об этом в открытую говорим, в том числе и на федеральных каналах, и в телеграм-каналах. И мы об этом переписываемся. Но диалог-то об этом идет, в открытую. И вы это видите. Я хотела бы, чтобы вы видели, что и у нас все неоднозначно. Однозначно, что это вот не то, что вот строем вся Россия развернулась, и все верят, и вот да, 80% населения поддерживают специальную военную операцию. А вы поговорите с этими 80% как они относятся к своим же управлению. На местах, в федеральном центре. Знаете, будет очень интересная критика. Некоторые вещи, они говорят, а мы перестали понимать, а это вообще как? Если заявляется одно, а делается другое. Ну, это у нас есть. Да, со стрипом и с трежетом это все происходит. Да, мы хотим, чтобы все происходило идеально и гладко. Не происходит. Давайте только мы будем смотреть сейчас. Вы из Казахстана, а я из России в глаза друг другу, и честно друг другу говорить. Что в этом мире происходит и чего мы хотим? Мы хотим сохранить свою идентичность во всех ее формах. Верно? Ну, не хотим мы с вами, Лиля, терять свою половую идентичность. Или чтобы наши потомки ее потеряли. Вы хотите, я нет. Верно? Абсолютно так. Мы хотим сохранить свою идентичность, мы хотим защитить свои национальные интересы. И мы хотим поддерживать открытые, дружественные отношения и укреплять нашу дружбу, но опять же не замалчивая острые темы. А мы не будем ничего замалчивать, понимаете? И я не вижу проблемы, если мы находимся принципиально и фундаментально в дружественном диалоге и взаимодействии, тогда вот эти вопросы территориальных претензий друг к другу и опасности, которые, например, для Казахстана потенциально может составлять Российская Федерация, они исчезают. Понимаете, да, просто России не территории нужны, а отсутствие токсичности вблизи твоей границы. Для обеспечения собственной безопасности. Я вот смотрю, я разговариваю, например, с коллегами из Азербайджана. Да, приходится, да, вот так вот. Ну, выходите, мы как-то ведем диалог. Вы понимаете, что нынешний Азербайджан с таким то ли пешком, то ли верхом, то ли есть, то ли неприсоединившаяся страна, то ли союзник Турции, который вообще член НАТО, то ли есть там турецкая база на Абшироне, то ли ее нет. Вот так долго-то жить нельзя. Это становится токсичным для России и для Ирана. Это в конечном итоге, учитывая нынешние проблемы, объективные, трагические проблемы Турецкой Республики, может даже стать токсичным для нее. Понимаете? Это важно сейчас, то, что я говорю. Надо посмотреть вперед. А зависимость элиты азербайджанской от западных центров в слое очень высока. Карина Александровна, хотелось бы поподробнее спросить, что происходит сейчас в Армении? Откуда растут ноги у армяно-азербайджанского конфликта? Из 90-х, когда началась война за Нагорный Карабах или еще раньше? Будет ли Турция, по вашему мнению, поддерживать Азербайджан и дальше оружие? И какой ей в этом интерес? Как Армения может входить... Есть полицерное соображение, готовы раскрыть помыть. Исторически в Османской империи проживали азербайджанцы. Они разные названия объединительные имеют. Например, Кызылбаши. Да? Вот. Красноголовые. Вот. А в Османской империи с 16 века, с начала 16 века, их убивали, как еретиков. Несколько волнки нациток, которые их коснули. Это тоже касалось алавитов, кстати. Вот. Почему, собственно, Иран и иранские аятулы еще в середине... Даже в первой половине 20 века признали алавитов шиитами. Это религиозный вопрос. И этих людей убивали. Дискриминировали страшно. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Кто их жалел и кто их спасал? Их спасали их соседи, которые были гарантированы законами Османской империи относительно религиозных групп. Это были христиане. Короче говоря, христиане спасали. Шиитов, Азербайджан. Поскольку в Османской империи армянское меньшинство было одним из самых больших, вы понимаете. А жили Козелбаши через Полосна, то, разумеется, армяне Козелбаши и спасали. Поэтому в 1915 году, когда уничтожали армян, и даже раньше, Козелбаша спасали армян, их тогда не трогали. Что произошло? Появилась доктрина фан-тюркизма, которая в качестве культурной составляющей взаимодействия тюркских народов, это нормальная вещь, чтобы вы не думали, что я уж совсем там, знаете, такая замшелая армянская, как это, националист. Я не хочу оправдывать. Значит, я объясняю просто, в чем дело. И в этом, вот в этой идеологии был этот яд. Удалось преодолеть вот эту ненависть по отношению к османам со стороны азербайджанцев. Когда, я напомню эпизод, один из эпизодов. Исмаил Хан Нахичеванский, азербайджанец, и аристократ, он был русским генералом. И он герой обороны Баязет, знаменитый. Есть такая повесть у Пикуля Баязет. Вы знаете, что именно русские офицеры хотели сдать Баязет в Турцию? Это было очень страшно. И именно Исмаил Хан Нахичеванский, у которого там погиб сын, и который сам был тяжело ранен, сказал, я не сдам, ни в коем случае, и вам не дам сдать эту крепость. Он воевал к османам, понимаете? А потом, в результате вот такого распространения идеологии фантуркизма удалось вот это отношение развернуть по отношению к армянам. То, что если вы посмотрите на карту, и в Закавказе, и даже вот на территории Османской империи, армяне и азербайджанцы жили через полосно, то есть с соседями друг к другу. А это означает, что они веками нашли способы взаимной интеграции и не мешали друг другу. И кое-что из этой истории я вам рассказала. Теперь Азербайджан, бывшие шииты, считают себя братьями, потомков, все-таки наследников Османской империи, правильно? И ненавидят армян. И в школах азербайджанских пятиминутки ненависти армянские, армяне наши враги. Кому это выгодно? Вы думаете, что в Азербайджане никто не понимает того, что знаю я? Я с ними переписываю. Знаю. Они понимают, в чем дело. Но на общество это воздействует. Мало ли азербайджанцев погибло, опять же, спасая армян погромов для начала 90-х. Немало. Их свои же убивали. Этих потрясающих людей. Понимаете, как у евреев есть понятие праведники мира? Среди азербайджанцев таких праведников мира, ей-богу, достаточно. Которые не позволяют это. И вот этот конфликт на самом деле сегодня и Ереван, и Баку играют на руку, извините, пожалуйста, тем, кто этот фантюркизм в Лондоне придумал, по большому счету, навязал. И что привело в конечном итоге к развалу Османской империи. Хотелось бы все-таки задать вопросы. Напомню про золотую мечту Эрдогана. Шесть государств, одна нация. И политику, которую ведет Турция на протяжении многих лет. Все народы, которые населяют Турцию, пишутся турками. А как же страх потерять свою национальную идентичность и защитить свои национальные интересы, то, о чем мы сегодня с вами уже говорили? Давайте я расскажу опять же о смысловых моментах. Атаманская или Османская империя – это очень интересный исторический феномен. Важный, многослойный, очень яркий и так далее. Но заметьте, в списке локальных цивилизаций, Османской цивилизации нет. Иранская есть, арабская есть, русская есть, китайская есть, индийская есть, французская, английская, германская. Османской нету, турецкой нету. Это конструкция. Поэтому сегодня проект «Туран» – это желание и очевидное для меня желание всех лишить вот это многообразие тюркского мира, где у тюркских народов даже разные эпосы. Понимаете, якутский эпос, возьмите, он вообще содержит в себе элементы до ледникового периода. Это специалисты говорят, насколько это древний эпос и какие пласты он в себе содержит. Понимаете, эпосы намадов Азии и вас в том числе, эпосы калмыков, которые тоже боком все-таки имеют отношение в конечном итоге, правильно, к тюркским народам. Ну, как бы к тюркско-монгольскому уже шире, да, это ареалов. Это очень разные, очень яркие народы. Со своей историей каждой, со своей элицей, со своей аристократией и так далее. А вас всех хотят превратить в турки. Понимаете? А кто такие турки? Этнически. Вы же этнически, ну, в своем роде, сохранили некую чистоту. Согласны? Ну, какую-то там. Конечно, тоже смешивались, но что-то антропологически сохранились. Вы тюрки действительно, да? А они кто? Бывшие греки. Ну, пришли туда 50 тысяч там курок, да, вот, отманов, обузов и так далее. Завоевали эту Вижантию 20 миллионов и 50 тысяч. Согласны? Они все у себя дома помнят, кто чьи они потомки. Кто потомки греков, кто потомки армян, кто потомки черкесов. Вы их сейчас, если вы заберетесь и спросите, они это знают. И при чем здесь вот это вот родство, и где их эпосы, понимаете? Так они хотят к вам прийти и вас колонизировать. А опыт такой опыт. Знаете, ручки, все помню. Мне хотелось бы подойти к этому вопросу более философски. Скажите, пожалуйста, Корина Александровна, как вы смотрите на такую уже набравшую достаточную мощи, тенденцию переписывания истории и, давайте скажем так, переформатирования истории? И это наблюдается на всем постсоветском пространстве. Что касается России, простой пример – Киевская Русь и Ордынские корни. Понимаете, мы же всегда, и вы, и я, наверное, хотим, чтобы мы были такие сложные, такие утонченные, такие изысканные. А наш контрагент был бы простой, как пять копеек. Правильно? Нам тогда легче всего победить и им манипулировать. Но нравственность нам говорит, нравственные законы говорят, нельзя. Твой контрагент может быть так же сложен, как ты, а может быть еще сложнее тебя. И ты не имеешь права к другому человеку относиться хуже, чем если ты хочешь, чтобы он хорошо относился к тебе. Вот так строю отношения. Потому что если ты будешь манипулировать, в конечном итоге, стратегически, в огромной стратегической перспективе ты проиграешь. Потому что тебя разоблачают. Правильно? Поэтому, да, трудно, долго, так легче, так быстрее. Поманипулировать и опа, и все получишь. А это долго, выстраивать отношения, стараться. Вот наша история с вами, всех народов, всех этих. Она, знаете ли, не красивое кино. Она и внутри полна крови, заговоров, подлости. И наши великие люди в каждой культуре это отразили. И у казахов это есть. По самих себя казахи столько плохого умеют сказать. Так честно умеют в зеркало посмотреть. Правильно? И у каждого народа это есть. А вот попытки извне переписать эту историю, например, это попытка лишить народа идентичности. Не самим им разобраться в этой исторической сложности. Понимаете? Потому что, а мы до конца рассказали, а что такое была Орда? Это же была Конфедерация. Правильно? Ну, по сегодняшнему закону. Вот мои предки, я не постесняюсь это сказать, 800 лет назад, они были союзниками Мангурии. А племянник моего предка был по-братимам кнуха Чингискана Таркаса, как и Александр Нев. Значит, они нашли общий грех. И когда на месте от Орды, который должен был собирать налоги, начал вести он далеко, Орда-то далеко, тысячи километров, там что там, скакать не доскакать. Так, я имею в виду. Он там начал вести разгульный образ жизни и издеваться над местным населением. А местная национальная элита, включая моих предков, которые тоже получили невесту из ставки, кстати. Мы свое отправили, у меня есть кент. Моя дочь родилась с этим знаменитым пятном на одном месте. Вот. Это трудно, может быть, понять, но это так. 800 лет назад одна женщина. Ну, какая вот наследственная элита. Ну, ладно, я сейчас не об этом. Так вот, они, элит, это вот местные армянские, они как думали, но он такой серьезный элитарий, там, в ставку. У него такая семья. Вот мы на него нажалуемся, а нам хуже будет. Потом сказали, нет, терпеть невозможно. И вот как раз племянник моего предка отправился в ставку и стал рассказывать, что он там творит. Ну, не будем. Потому что выяснилось, что он повысил налоги от имени ставки, а брал себе в карман. Понятно, да? Все это понимали. И так далее. Ох, как с ним ставка разобралась. Эти-то тут думали, ну как, может, он неприкасаемый там родственник. Он элитарий там и так далее. Поэтому я знаю эпизоды, и эти эпизоды известны. Да, была жестокая. А было их взаимодействие. И это же была попытка создать это самое евразийское пространство. На каком-то этапе это стало понятно. Потому что, например, предыдущие завоевания, типа гуннского завоевания, оно было сугубо разрушительным, и оно принесло опыт, что когда ты просто приходишь, разрушаешь, грабишь и увозишь к тебе, то ты, в конце концов, тратишь то, что ты пограбил, а дальше не растет. А это означает, что ты должен быть пастухом, а не волком. Правильно? А все, как бы все пространства собою ты не населишь. Оставь эти народы, бери с них дань, налоги, установи правила. Ну, какие были, средневековье, знаете ли, да? Ну, правила-то очень интересные, правда, были. Ну, со своими, естественно, историческими особенностями, со своими перегибами, драмами и трагедиями. Я что, спорю, что ли? Да всегда так было и так будет. Но Орда – это очень интересный феномен. И опыт Орды нам много чего дает. А эти украинцы, которые вдруг Россию стали презрительно называть Ордой, они вообще... Глупость бестанична. Понимаете, на их территории есть татарское меньшинство. Это же оскорбительно в его адрес. Они же своих же сограждан оскорбляли по сути. Так ли? Я напомню, прошу прощения, я напомню, что только в 1772 году после подписания к учебке Наджирского договора при Екатерине Великой на европейских картах вместо Тартарии, то есть Орда, стали писать Россию. Так что это совсем не так от нас отделено. Мы продолжали существовать, и мы существуем. В этом пространстве и как-то в этом пространстве все наши этносы научились договариваться, спорить. Нам главное, понимаете, мы иногда можем очень тяжело спорить. И конфликты могут быть очень глубокими и тяжелыми. И старая боль может там отзываться. У нас тяжело. Пусть нам не лезут извне тех, кто нас хочет поработать. Давайте мы друг с другом как-нибудь разберемся сами. Поэтому вот я призываю в этом смысле не переписывать историю, потому что это попытка снять у нас аутентичность, историческую. И есть понятие в немецкой философии обладание историей. Давайте будем обладать нашей историей в полном объеме. Это было лирическое и историческое отступление, но вы упомянули о содружестве, о евразийском содружестве. По вашему мнению, все эти потрясения, которые переживают наши народы сегодня, как они скажутся на будущем Евразийского экономического союза? И останется ли он только экономическим? Знаете, то, каким будет будущее, сейчас не знает никто. Оно точно не будет таким, каким было. Вот наши попытки спроецировать прошлое и форматы прошлого на это будущее, это мое твердое убеждение. И об этом говорит и Галина Гавриловна Ершова, был преподавателем ГУ, профессор очень интересный, социоантрополог и так далее. Мы сходимся в этом смысле. И сегодня описания языка для этого будущего у нас нет. Вот нравятся нам с вами большевики или нет, а у них был язык для описания будущего. Да, они ломали через колено, да, это вот тоже драма и трагедия, но он у них был, а у нас пока нет этого языка для описания другого. Понимаете? А оно будет другим, это уже очевидно. У меня есть определенная, ну, догадка, это даже не интересует. Я уже начинаю понимать, что в этом мире, который мы с вами, в большом ареале, включая и Иран, и Африку, как взаимодействие евро-азиатской и африканской. Очевидно совершенно. Выстраиваем доминирование, не будьте. Модели доминирования, она изжила себя. Она изжила себя. Знаете еще почему? Потому что вот мы сейчас, давайте посмотрим на США, которые эстафеты доминирования приняли от европейцев, разбогатевших и поднявшихся благодаря колонии, ограблению колонии остального мира. Верно? Вот. Но мы видим, для доминирования нужна военная сила и, в общем, большие усилия и трат. Это тяжело. Это время очень тяжелое. В какой-то момент митрополия перестает это удерживать. Как это сейчас происходит? Соединенными Штатами, которые, как я тут в одном интервью выразила, едут с ярмарки. О чем говорю не я. О чем говорят британские консервативные эксперты. В открытую. Что американская империя пакта Американо катится с горы. Ясно? Это они говорят. Их же западные союзники. Американцы. Но вы мне задали вопрос относительно в том числе проекта Туран. А я вижу, как британцы через проект Туран хотят войти в это евразийское пространство. И даже не войти, а, скажем так, остаться в этом. зацепиться, быть частью внешним внешним агентом в этом пространстве. И, в общем, есть риск создания тактического. Вот. Это факт. Я ни в коем случае не назначаю на самом деле их откровенные в будущем враги. Может быть, это взаимодействие будет взаимовыгодным. Я не знаю, но этот риск тоже существует на сегодняшний день. И действуют они очень активно на постсоветском пространстве и в заказе и в этой деятельности. Коренея Александровна, я понимаю, что время наше ограничено, но все же не могу не задать еще один очень важный вопрос. Пожалуйста, поконкретнее расскажите ваше видение. Нужен ли нам союз? Если да, то в каком формате? И второе. Вы неоднократно говорили о том, что западная система, долларовая система, она рушится. И для того, чтобы она еще какое-то время продержалась, ей нужны войны, ей нужен хаос. И этот хаос они будут организовывать в разных точках. Российский политолог Андрей Школьников несколько раз говорил о том, что Средняя Азия и Казахстан обязательно взорвутся. То есть, это вопрос времени. А есть ли основания думать, что это действительно так? Риск есть. И в этом на это приказ. И попытки подобного рода были. И я считаю, будут возможны. Вопрос. Как мы с ними справимся? Ну, я надеюсь, что мы все это преодолеем, что мы уже протрезвели, прошли опыт 90-х и 10-х и прочее. И сейчас во многих местах без всякой, может быть, любви и даже взаимной симпатии мы начинаем понимать, что даже из прагматических соображений от этой уходящей натуры придется расстаться с ней. Вот смеясь или грустя придется с ней расстаться. Старого мира больше не будет. Каким будет новый, мы не знаем. Мы пока только будем нащупывать и пока мы только нащупываем этот новый мир. И будем надеяться, что все не сорвется, не в кризис, не в калу. Потому что мы ученые горькие муки. Все это уже было. Спасибо вам за интервью. Спасибо.